Акхатарана сутта. Пересечение наводнения. Саньютаникая 1.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савадхе, в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндики. И когда наступила глубокая ночь, некий Дева, обладающий поразительной красотой, освещая всю рощу Джетты, подошел к Благословенному. Подойдя, он поклонился Благословенному, встал рядом и сказал ему. Как вы, господин, пересекли наводнение? Не останавливаясь, друг, но и не напрягаясь, я пересек наводнение. Но каким образом, господин, не останавливаясь и не напрягаясь, вы пересекли наводнение? Когда я останавливался, друг, то я тонул. А когда я боролся, то меня сносило. Вот так, друг, не останавливаясь, но и не напрягаясь, я пересек наводнение. Дева. Дева. Долго искал, и, наконец, я вижу Брахмана, полностью угас который, не останавливаясь и не напрягаясь, привязанности к миру смог он пересечь. Так сказал Дева. Учитель одобрил. И тогда тот Дева, подумав, учитель согласен со мной, поглонился благословенному и, обойдя его с правой стороны, прямо там и исчез. Комментарии. Как вы, господин, пересекли наводнение? Наводнение, окха, означает четыре вида наводнения. Смотри, Санюту Никая 45171. Комментарий поясняет, поскольку они, наводнения, держат существ погруженными в круговертие существования и не позволяют им подняться к более высоким состояниям и небане. Не останавливаясь, друг, но и не напрягаясь, я пересек наводнение. Комментарий. Не останавливаясь, не делая перерыва в отношении устранения загрязнений и так далее. Слово «напрягаться» о Юхатте довольно редко встречается в суттах, однако есть в Маджхи Маникая 116.13.14, где поясняется, что напряженный ум далек от сосредоточения. Вот так, друг, не останавливаясь, но и не напрягаясь, я пересек наводнение. Комментарий. Краткий ответ Будды указывает на срединный путь Маджхима Патипада, как с практической, так и с философской точки зрения. Комментарий приводит несколько пояснений, как это можно понимать. Первое. Останавливаясь из-за загрязнений, он тонет. Напрягаясь из-за волевых формирователей, его сносит. Второе. Останавливаясь из-за жажды и воззрений, он тонет. Напрягаясь из-за иных загрязнений, его сносит. Третье. 5. Останавливаясь из-за жажды, он тонет, напрягаясь из-за воззрений, его сносит. 4. Останавливаясь из-за этерналистических воззрений, он тонет, напрягаясь из-за аннигилистических воззрений, его сносит. 5. Останавливаясь из-за слабых усилий, он тонет, напрягаясь из-за неугомонности, его сносит. 6. Останавливаясь из-за потакания чувственности, он тонет. Напрягаясь из-за потакания самоумершвлению, его сносит. 7. Останавливаясь из-за неблагих волевых формирователей, он тонет. Напрягаясь из-за всех видов мирских благих волевых формирователей, его сносит.